Истинно, истинно говорю вам. Самая глючная мысль, которую нам в процессе воспитания подсадили наши замечательные родители-воспитатели в голову, звучит так. Я какой-то не такой. Что-то со мной не так. Вот смотрите, почему эта мысль глючная. Потому что каждый раз мы осваиваем этот мир. Мы хотим постигнуть, как он устроен. Мы хотим понять, как строить дома. Мы хотим понять, как, например, провести канализацию или затопить баню. И когда мы делаем это в первый раз, мы непременно лажаем. Мы хотим написать хороший текст. Мы хотим сделать набор хороших фотографий. Или нарисовать рисунок. Или провести какое-нибудь занятие про дыхание, про йогу, про могу, про что угодно. И когда мы решаемся сделать это первый раз, найдется, находится какой-то хреновый эксперт, который говорит, ну, не очень. И смотрите, как наша система интерпретации с детства выстроена, говорит, что-то с тобой не так. Если эта программка в голове есть, то происходит какая следующая мысль? Мне не стоит за это браться. Да? Да. Мне не стоит за это браться. Это не моё. Ё-моё. Ё-моё. Не моё. Не моё. Поэтому, смотрите, если я не уберу, не обезвредю сам или с помощью хорошего человека, душепопечителя или Татьяны, эту программку из мозга не вытащу с помощью тонкой хирургической операции, то что произойдёт в таком случае? Каждый раз, когда я буду осваивать новую территорию своей жизни, появляются хреновые эксперты, я буду делать полшага назад и бояться, как будто бы это не моё. Например, человек сидит, например, где-то, и чего-то все молчат, молчат, и он рассказал анекдот. А анекдот оказался не смешным. И такая, какая мысль сразу? Блин, больше не буду вылазить. Точно. Вот. Или, например, все куда-то предлагают, а куда поедем, компаний? Один говорит, на речку, а другой говорит, ну, давайте в лес. А третий говорит, давайте в кинуху лучше сходим. А четвёртый тихонько-тихонько говорит, а давайте на шашлыки или там что-нибудь такое. И вот те спорят, а этого мнения даже не учитывают. И он там или она такая, меня в расчёт не берут. Я здесь не нужна. То есть ты не важен? Да, я не важен. Поэтому послушайте, всё с вами в порядке. Сами себе перед зеркалом 15 раз по утрам говорите, со мной всё просто кайф. Со мной всё супер. Я окей. Это не значит, что я прям мастер во всех вопросах. Может быть, ты не знаешь немецкий язык. А может быть, ты не умеешь вязать крючком. А может быть, ты ещё не катаешь на велосипеде и плавать не умеешь. Это неважно. Если ты начинаешь что-то новенькое, ты говоришь, я учусь. Первый раз аккуратненько. Да, второй раз уже получше. Третий раз получше. И иногда люди, которые достигли в чём-то колоссального мастерства, они поначалу были не очень в этом всём. Но у них не было рядом хреновых экспертов. Или же у них была хорошая еврейская мамочка, которая говорила им с детства, мой Изя лучше всех. Изя был в чём-то не лучше. Изя толстенький. Изя, может быть, и не очень красивый. Но он себя так нёс, что в какой-то момент все понимали, придётся с Изей считаться. Здоровая самооценка. Здоровая. Это когда я говорю со мной, всё окей. В чём я? Я в чём-то учусь. Я в чём-то пробую. Если в моей жизни находятся критики, которые убивают мою инициативу, я ухожу. Которые надмиваются за счёт своей экспертности, я оттуда ухожу. Если в моей жизни находятся люди, которые говорят, знаешь, Тань, ты хороший человек, но я тебя не выбираю, не люблю. Это значит, что я только конкретному человеку не подхожу. Со мной всё окей. Значит, я дальше продолжаю поиск своего человека. Вот. Вот когда эти вещи мы учитываем, когда мы понимаем, что с нами, такими, какие мы есть, всё всегда окей. Даже с нашим оператором. Вот он, знаете, он оператор вообще неважный. Он только, может быть, два-три раза. Я несколько раз даже чуть было не сказал, потому что он никакой не оператор. Ну, а какого мне искать ещё оператора, если этот делает это с удовольствием, хоть и непрофессионально. Вот. Поэтому... А здесь очень важная вторая тема, параллельная как раз. Если вы не хотите быть хреновым экспертом, пожалуйста, давайте обратную связь человеку так, чтобы ему хотелось сделать. А ваше экспертное фе, оно вам вернётся. Вас как-нибудь так обломают, чтобы вы поняли, как не обламывать живых инициативных людей. Как, ну, быть именно настоящими вдохновителями. Тебе не понравилось? Скажи человеку по-доброму. И если хочешь, предложи ему свою дружбу. Или научи. Ну, если ты научить не собираешься, если у тебя только фе, иди отсюда. Слышишь? Пошёл вон. Со мной всё окей.